Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. На нашем канале мы уже один раз говорили о чудесных свойствах такого растения, как золотарник. Золотарник обыкновенный и золотарник канадский. Золотарник канадский расселился повсеместно, очень сильно стал инвазивным видом, стал нежелательным видом на наших участках, на пустырях, на различных территориях, где не ведется активное сельское хозяйство, стал захватывать сельскохозяйственные земли. Но в то же время золотарник обладает целым комплексом полезных и важных свойств, которые нельзя не использовать для своей пользы. В первую очередь, конечно, о золотарнике канадском, когда говорят о его пользе, вспоминают о пользе для здоровья. Кто интересуется, может посмотреть в интернете, насколько это полезное растение, насколько оно полезно для всех людей, насколько оно полезно для мужчин, для поддержания мужского здоровья. Но это совсем другая тема. Мы в нашем материале на канале Процветок говорили о том, что золотарник канадский во всех частях растений, в стеблях, в листьях и в корнях содержит вещества, которые препятствуют прорастанию семян. Именно благодаря этому он так агрессивно захватывает земли и так агрессивно заселяет различные территории, вытесняя аборигенные виды. И, конечно, этим самым приносит большой вред окружающей среде. Но, еще раз повторюсь, в нем есть очень много пользы, и она касается также и наших садово-огородных проблем. Если мы говорили о золотарнике как гербициде, то нужно обязательно вспомнить о том, что препараты золотарника, настои и отвары, которые иногда рекомендуются для внесения в почву, для того, чтобы сдерживать прорастание нежелательных семян на посадках многолетних растений, приносят довольно большой вред дождевым червям. И, конечно, использовать в такой препаративной форме препараты золотарника я не советую. Именно поэтому я советую во всех случаях золотарник канадский применять в виде мульчирования, в виде активного-активного мульчирования. Удивительно, но факт, если медицинские свойства золотарника лучше всего проявляются в фазе активного цветения, то вот такие гербицидные и прочие свойства, важные для огородных дел, проявляются перед созреванием семян. Созревание семян вы увидите очень хорошо в этот момент золотарник, ну, делается такой пушистенький, у него семена созревают и покрываются таким пушком. Вот в этот период золотарник, если вы будете заготавливать, а в качестве заготовки необходимо брать вот такие вот облиственелые стебли золотарника, то если здесь уже семена сформировались, уже появился пушок, то надо взять и вот так вот обломать веточки, оставив вот эти ветки без соцветия. Куда девать вот эти ветки? Вы можете их закопать в какую-то яму, вы можете их сжечь, высушить, сжечь, вы можете их куда-то вынести, но лучше всего уничтожить. Тем самым вы поможете борьбе с инвазией, то есть распространением этого золотарника повсеместно. Ну, а что касается вот этих вот веточек, то их надо укладывать на посадки многолетних растений с тем, чтобы там не росли сорняки. И одно из важнейших мест, куда вы можете укладывать такие вот веточки, прям в два слоя надо уложить веточки, это, конечно же, посадки смородины, обязательно посадки земляники, я еще сейчас скажу почему, обязательно посадки чеснока надо закрывать, да и вообще любые посадки многолетних растений. Почему многолетних растений? Дело в том, что золотарник практически не действует на вегетативные органы растений, то есть на луковицы, на клубни, на ветви там и так далее, а он действует на покоящиеся в почве семена и не позволяет им прорастать. Поэтому золотарник является одним из лучших мульчирующих материалов, благодаря вот этой его химической активности, который будет препятствовать именно засорению ваших участков, в прорастанию этих семян и действительно будет обладать такими гербицидными свойствами. Но почему я еще рекомендую застилать вот этими стеблями золотарника посадки чеснока и земляники в первую очередь, а вы сейчас их можете заготовить, сейчас все еще нормальное, адекватное время для заготовки этого золотарника. Вы можете сложить его в пучки и продержать в этих пучках хоть месяц, не важно, что он пожелтеет, что он там подсохнет, подвялится, это не важно, его активность все равно сохранится. Так вот, важно это потому, что оказывается золотарник еще и способен противостоять целому ряду вредных грибов. Это в первую очередь фузариум, вертицилум, это серая гниль, это как раз те самые болезни, которые атакуют наши томатные, огуречные, баклажанные теплицы, там, где перец растет, там, где земляника, серая гниль, фузариоз, вспомните, и, конечно же, чеснок, потому что он очень сильно поражается. Фузариозом по поводу пероноспороза ничего сказать не могу, ну просто нет сведений, нет опыта испытаний, в том числе личного. А вот что касается вот этих перечисленных инфекций, то здесь я вам даю голову на отсечение, что он очень и очень активен, и не только в лабораторных, но и в полевых условиях. Поэтому мульчировать почву в теплице на зиму вполне так же можно вот этими стеблями золотарника. Да и вообще повсеместно. Нельзя только мульчировать и добавлять его там, где вы сделали, например, подзимние посевы семян, ну то есть там, где должны семена прорасти. Вот где семена должны прорасти, там его использовать нежелательно. А там, где вегетативная масса растет, многолетние цветы, розы там и так далее, вот его там использовать надо. Ну кто-то может из скептиков спросить, ну как это так? Вот он, например, действует на вредные грибы, а тогда он и триходерму убьет. Вот удивительно, но факт, что триходерму он не трогает, не трогает триходерму. Как же так? Кто-то скажет, ну что же, он знает, где вредные грибы, где полезные. Он не знает, конечно же. Но есть такое явление, как эволюция. И в процессе эволюции растения путем миллион лет отбора, естественного отбора, приобрели способность выделять такие вещества, которые избирательно действуют на вредные организмы, а и же вредные для золотарника в том числе, и не подавляют действия полезных, в том числе золотарнику, микроорганизмов. Великая сила эволюции. Именно поэтому я очень вам рекомендую, собирайте вот такие вот части золотарника, застилайте, пожалуйста, посадки чеснока, земляники, под смородину, под розы, в теплице, везде, где у вас вот эти инфекции являются проблемой, не только сорняки, и оздоравливайте, оздоравливайте свои участки с помощью вот этого инвазивного растения, у которого при всем том есть масса полезных свойств, обязательно его оздоравливайте. Ну, кто-то давал замечание, что золотарник является достаточно аллергенным, и многие при заготовке золотарника могут быть подвержены аллергии, потому что пыльца там и так далее. Но именно в этой фазе развития растений уже никакой пыльцы нет, и никакой опасности, конечно же, нет. Ну, безусловно, может быть индивидуальная какая-то аллергия, непереносимость, но это может быть в отношении абсолютно любого растения. Здесь, как с любым растением, надо прислушиваться к себе, к своим реакциям на эти растения, ну, и быть достаточно осторожным. Воспользуйтесь, пожалуйста, воспользуйтесь этим советом, и вы будете действительно вознаграждены со всех сторон. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»